Всем привет, ребят! С вами ВопХоп и это лайв номер 2 на нашем канале. Стоп, ошибочка, лайв номер 3 на нашем канале от меня. И сегодня, как вы догадались, я бы хотел поиграть на оружие сапёра, последнее, которое у меня открыто. Сапёр это новый класс и МСМ, Текор, я бы хотел поиграть на HS414. Будем называть его HS. Да, так и будет. Он у меня на фулл прокачан. Ну, сегодня я вам всё расскажу, что я о нём думаю. Давайте возьмём что-нибудь повеселее, какие-нибудь Смертельный Гламор и, 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 и. Возьмём костюм Агента 47. Ну, турельки особо я ставить не буду, так что без разницы. И возьму как основной костюм, костюм Волка, чтобы меня пореже убивали и мы смогли нормально поиграть. Оружие прикольное, класс прикольный, сегодня поиграем, так что давайте сразу в бой. Ну вот, мы уже в бою. Так, с 26-18. И первое, что я хочу сказать, патронов довольно-таки нормально, 35 на последней обойме. И скорострельность не очень высокая, ну не прям как у Ферзя или у Джольта, допустим. Вот, подходим к человечку и бац, довольно-таки быстро убиваем. Ну, перезарядка мне не очень нравится, потому что, давайте сейчас посчитаем сколько она идёт. Так, раз и, два и, три. И он ещё затвор оттягивает, но где-то секунду три она идёт. Так, сделаем чуть погромче. Надеюсь, слышно. Такс, 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 такс. Всё сделали. И погнали. Ну вот, смотрите. Заходим зад к шлайкеру. Так, больше никого нет. Попытаемся этого убить с прицела. Так, снимаем. Тихо. Гранаты нас не куснули. Упс. Слишком долгая перезарядка. Не успеваю даже переключиться на другого соперника. Ну, юниты для турели, это, конечно же, нам сейчас не очень важно. Так, скрио-гранатка. Она сейчас тоже не очень нужна. И вот мы видим наёмника. И его легко убиваем, потому что с ней, видите, очень долгая перезарядка. Чтобы убить его, надо было очень долго ждать. То есть, потратил обойму и иди где-нибудь за кемпери и перезаряжайся. Так, вот. Она мне очень нравится, чтобы ставить хедшоты. Тихо-тихо-тихо-тихо. Опять. Но я вообще ничего не могу сделать, потому что как только начинаю перезаряжаться, меня уже снимают. Так, 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 так. Для хедшотов она просто идеальная, на мой взгляд. Так, сейчас, мне кажется, будет уже закончиться. Вот он на втором этаже. Заходим. Не понял, где он. Так, ладно, спустимся. Вот, собственно, чёрт. Мы уже закончили. Ну, сейчас мы особо ничего не успели. Так, так, так. Десять кредитов. Прекрасно. Давайте тоже на улицах поиграем в командную битву. Ну, по мне, так, я раньше думал, что это оружие довольно-таки слабое. А на самом деле... О, два парня с воском. Оказалось, что оно в среднее. И с ним реально можно играть. Так, 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 так. Грузимся, грузимся, грузимся. Ну, перезарядка, это, конечно же, большой минус. Я вообще хотел копить на КР-15. Но сейчас думаю, либо на него копить, либо открывать элитные наборы с костюмами. Ну, или же мегапаки. Так, сейчас опять идем. Я специально, кстати, открывал костюм волка для сапера или для наемника. Потому что сами по себе классы с оружием довольно-таки слабые до последних. И нужен какой-нибудь костюм, который будет помогать. Типа волка, у которого больше хп, чем у обычных костюмов. И у него больше, быстрее, точнее, начинается регенерация. Такс, ну мы уже прогружаемся в бой. Командная битва улицы. Перед атакой обдумайте тактику. Радар в помощь. Это прекрасно, это прекрасно, это прекрасно. Давайте, давайте, давайте. Поддержку давайте возьмем другую с дроном. Так, все, мы в бою. Все, готово. За нас тот парень. И еще, кстати, на сопер, на сопер нельзя переключаться на пистолет. Так, за них кто-то сошел. Такой мощный, с греческими никами. Так, и... Черт, не успеваем убить. Парень с воска забирает ножки. Давайте, такс, почти что ставим хэдшот. Почему-то не засчитал. И тут опять челсился, как это, снайпер. Снайпера мы снимаем хэдшотом. И пока идем прекрасно. Давайте закинем крио-гранатку. На всякий случай. Мне очень она нравится. Такс, здесь у нас еще один парень с воском. Но мы на себя забираем наемника. Но мы его не убиваем. Такс, нам бы была, а не то врагов не видно. Так, скидаем дрон. И видим снайпера. И хэдшот. Я же говорю, пушка для хэдшотов просто убойная. Так, там сняли парня в костюме бедствия. И наш любимый друг-наемник с ЛСР. Его мы тоже снимаем. Закидываем крио-гранатку. Глянем наверху, у меня кого бомбардировщик всех снял. И с этой стороны, с этой стороны тоже его сняли. Такс, опять наш друг-наемник. 21.8.5.0. Прекрасно идем. Так, сюда кинем айблдар. И главное, чтобы наши снажа не убили. С снажа. Черт. Ненавижу я, конечно, этих. Мне очень нужен легионер. Его я как раз хочу выбить. Такс, закидываем крио-гранатка. И мстим нашему другу с маской-убийцы. 24.13. У врагов вообще нет шансов. Не, ну конечно же, сапера нужно компенсировать с его... Тихо-тихо. А, черт. С его турелями. Потому что без них вообще никак. Очень сложно до минимума КР-15 играть без туреля. Как, собственно, я сейчас и делаю. У меня маневренность не очень стоит. Я понизил рендер. Поэтому сложно тоже поворачиваться сразу на двоих. Такс, выбегаем. И все, сейчас здесь будет СЛС. Давай, иди сюда. Иди сюда. Эй, эй, эй. Опять перезарядка. Видите, как только начинается перезарядка, мы уже слили. Хотя выигрывали чуть ли там не на... Не в два раза больше. Такс, крио-гранатку закинули. Тихо там мина. Если мне не кажется, то на него подействовала наша крио-гранатка. И делаем дабл-хедшоты. Видите, я просто ничего не могу сделать из-за перезарядки. Само по себе оружие такое средненькое, более-менее. Но из-за этой проклятой перезарядки я просто ничего не могу сделать. То есть нужно пострелял-пострелял, ушел в укрытие. Вот. Ушел. И долгие три секунды, чтобы я перезарядился. Если бы еще не было оттягивания запора вот этого, который больше всего времени, как мне кажется, занимает. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Осталось 10 патронов. И мы не успеваем убить нашего парня. СЛС. Заходим к нему. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опять не успеваем. Так. Наш друг с ножом. Его мы слили. И понял. У меня такое, кстати, очень часто бывает, когда прекращаешь... Хух. Спас наш ножичек. Когда думаешь, что ты убил соперника, а на самом деле не получилось. И прекращаешь уже на автомате стрелять. А соперник жив, и он тебя добивает. Но сейчас нам что-то как-то везет с соперниками. Они не очень. Такс. Опять-опять этот СЛС. Ну вот. Сейчас я думаю, что я его убью. 42-41-13-7-42-43. Не-не-не. Надо выиграть. Надо выиграть. Надо. 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 Надо выиграть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там парень, а у меня перезарядка. Оттягиваем затвор. Прекрасно. Ставим хэлт. И еще один. Ай-ай-ай-ай. Патроны. Я просто ничего не могу поделать, ребят. Слишком быстро. Слишком быстро кончаются патроны. Слишком долго перезаряжаться. Так, 48-46. Мы обязаны выиграть. Так, здесь никого. Здесь никого. И последний килл. Ес. Мы убиваем его с хэдшотом. Давайте сыграем еще один бой. 16-7. Да, один огромный. Прекрасно. Давайте попробуем преобразование. Командная битва. Все. Погнали в бой. И вот мы уже во втором бою. Сейчас попробуем установить турельки. Сразу. Давайте на втором этаже. А то снизу обычно закидывают гранаты. И снизу ничего не получается. Такс. На втором этаже вроде бы никого. Погнали. Такс. За нас тут парень с маской убийцы вроде бы. Еще и самурай. А, это самурай с десантником. Такс. Тоже ничего. Упс. Немного лагнуло. Так, счет 4-1. И хэдшот. Видите, если чисто выходить один на один, просто делаешь прицел чуть-чуть выше и ставится хэд. Такс. Ронни Уайт. 7-5-7-5-7-5. Сейчас с прицел попробуем кого-нибудь убить. Так. 10 патронов. Перезарядка. Здесь у нас кемпер сидит. Тихо. Хочу хэд. Ну боже мой, что. Боже мой, что я только что сделал. С Рэдом МК-5. Я думал, он просто как бы будет стоять на месте. Получится без прицела. Свободный хэдшот. Такс. Тут их всех снимает наш бомбардировщик. И перезарядочка. Вот это вот оттягивание затвора просто меня убивает. Оно очень долгое. Такс. 14-7. Но этот бой, конечно же, наш. Наш, 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 наш. 16-8. Пойдемте потратим эти юниты, чтобы улучшить наши турельки. Чтобы наверх вообще никто не мог пробраться. Только если он в костюме дзанаги. Да, костюм дзанаги это его главный плюс. То, что от сапера есть резист от его турелей. То есть они тебя не видят. Такс. И снимаем наемника. В спину тоже очень классно идет дамок. Тихо. Ой. Аху, гвоздевая. Я думал, что это шоковая. Потому что сейчас с гвоздевыми уже никто не ходит. Так, мне кажется, я начинаю понимать смысл этого оружия. В общем, не надо перезаряжаться, если тебе не хватает парочки патронов. Потому что 100% тебя догонят и убьют. То есть перезаряжаемся только когда все кончается. Такс. Сейчас надо ревенжировать. Ну, 51 опыт. И опять граната. Ну, боже мой. То у них гвозди. То у них шоковые. 24-14. Этот бой что-то не очень заходит. Погнали. Крио-гранатка. И я видел там вот кого-то. Помощь плюс 75. Но она даже дамажит. Вот здесь вот кто-то спрятался. 100%. Такс. Уже убежал. Ищем его. 27-16. Шансы еще есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Того сносим. Это который с Рэдомонка 5. Ой, перезарядка. Так, все. Хух. Нас не успевают убить. И... Тихо. Опять хатшот. Не, ну для хатшотов просто идеальная пушка. Быстро надо перезарядиться. Пока рядом никого. И попытаемся снять того парня-наемника. Йес. Снимаем и активируем дрон. 34-18. Шансы есть, шансы есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Коих пор ты начал... Ты начал бить с ножа. Но... Нет, прости, друг. У меня великолепное оружие сапера. У тебя вообще нету шансов. У тебя тоже, друг. Давайте, надо набить бомбер. Ой. Только начал говорить о бомбере, на меня аж три этих вылезло. И один с ПРМК-7. Такс, куда выкинуть авиаудар? Ну, давайте сюда. Сейчас, тихо, сейчас будет БПЛА. Да, нормально. 42-22. Да-да-да, сейчас должен снести минимум двоих. Черт, одного. Одного уже сняли наше. Такс, здесь один на улице. Начинаем стрелять. Прифайр, все дела. Убийство. Убийство, убийство. И сейчас убьем этого хитрого, хитрого, хитрого. Ой, 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 патронный. Парня с ПРМК-7. Такс, убиваем этого, который в закутке с Рэдом МК-5. Слили, активировали дрон. И нам дают чертежи на ком. Мы его выиграли. 10-5. Ну, стандартная стата 2. Два чертежа на ком. Они мне, конечно же, не нужны. Но мы выходим в меню. Ну, и такой, как бы я бы сказал, не гайд, а просто геймблей на пушечке. Ну, вы, я думаю, поняли. То есть, на нее можно положиться, когда полная у вас обойма. Последний, как-то, последняя обойма вы открыли. И у вас полные патроны. Вы выходите один на один. То есть, там уже зависит от вашего скилла. Пушка сама вас точно не подведет. Так, улучшение 5. Жаль. Что еще я могу сказать? Ну, перезарядка, конечно, просто адово. Адово подводит во многих местах. По характеристикам она у меня просто не прокачана. Там магазин дают. Это важно. Бронебой, все дела. Ну, на самом деле, мне она нравится. Если бы не перезарядка, то вообще великолепно. Ну, с вами был Вабхоп. Мы так, просто поиграли на этом оружии. Еще раз. ХС-414. Всем советую. Ну, нормально. Можно, конечно, снять и на чекоры, и так далее. Ну, так далее, и так далее. Но ХС-414 мне лично нравится. Ну, пишите ваше мнение в комментариях. Лайки, комменты. Все приветствуются. Давайте, ребят. Всем пока.